всем привет друзья приветствую вас на своем канале у меня кто-то из подписчиков девчонки кто-то спрашивал сколько я плачу за жкх в месяц примерно да у нас небольшой город 40 тысяч населения калужская область сколько я плачу вот ну в общем я скажу сейчас квитанции покажу сколько я оплачиваю и потом уже затем общая сумма уже сколько получится вот такая вот кипа огромная квитанции квитанции очень много у нас дохода очень низкие в городе у нас два завода фабрика закрылась где вот я работала и жкх растет я не знаю каждый месяц тарифы повышаются и повышаются поэтому можете сравнить со своими городами у кого какой город пишите сравним цены просто многие не верят что в маленьком городе мы оплачиваем огромные суммы за жкх мы оплачиваем точно так же как и в москве наверное также как и везде а доходы у нас намного ниже москвы у нас зарплаты здесь по 12 тысяч вот получают там например повара на заводе по 12 15 получают но мужчины 20 тысяч получают на заводе слесаря поэтому сейчас покажу наши наши оплата квартплата и так оплата значит за свет за свет идет 1400 1473 рубля 40 копеек у нас идет показания счетчика у нас в месяц получается по 278 киловатт потому что у нас свет берется из котла у нас котел работает круглосуточно берет свет газ то есть у нас отопление индивидуальное поэтому свет 1473 рубля по тарифу 5 рублей 30 копеек это электроэнергия дальше у нас идет оплата за мусор 378 рублей 10 копеек идет за фонд капитального ремонта многоквартирного дома у нас дом 8 квартир двухэтажный дом 8 квартир так дальше 223 рубля 70 копеек я плачу крэо это мусор за вывоз мусора 223 рубля 70 копеек квитанция содержание и обслуживание ремонт текущий ремонт у нас идет 528 рублей 19 копеек содержание и обслуживание текущего ремонта это идет наверное ремонт подъезда или что-то я не знаю наш дом признали аварийным ремонта никакого не делается деньги естественно снимаются все равно ремонт не делается полы у нас деревянные в подъезде у нас дом старинный сталинских времен еще пятьдесят четвертого года постройки аварийный комиссия признала наш дом аварийным у нас одна стена там трещина вот но домов новых сейчас вниз не строится у нас когда дадут новые квартиры людям как бы я не знаю дальше идет водоотведение это канализация канализация у нас 291 рубль 9 копеек это за канализацию так дальше вода идет водоснабжение у нас идет 573 рубля 38 копеек у нас счетчика нет воды у нас берут за человека за прописанных людей дальше газ газоснабжение у нас идет по счетчику у нас идет как я уже сказала у нас отопление индивидуальное 960 рублей котел у нас 960 рублей 61 61 копейка еще оплата за квартиру интернет интернет я тоже считаю интернет и телевидение у нас в одном я плачу 625 рублей это плюс еще к этим квитанциям я считаю что это тоже оплата жкх да потому что это из ежемесячная оплата как и коммунальные обычные платежи поэтому я их считаю вков в платежи потому что это необходимость правильное телевидение и интернет сейчас это как бы необходимость подсчитала я значит это без интернета у меня выходит 400 4428 рублей 47 копеек прибавляем 625 рублей это интернет вот 5053 рубля 47 копеек это оплата двухкомнатной квартире комнатной квартиры значит в калужской области то есть это огромные деньги я считаю за кварплату пишите сколько вы оплачиваете за квартиру какая у вас квартира может быть дом я думаю что у кого дом тот оплачивает намного намного меньше права я не права пишите в комментариях потому что я думаю в своем доме там вода своя и скважины как там оплачивают просто у меня никогда не было дома частного ничего про это не могу сказать ничего но я думаю что тысячи на 2 в частном доме у нас будут платить меньше наверное тысячи две три наверно будет уходить там только за свет платить надо за мусор вывоз мусора все и и раз в год по моему там платится налог на землю или как-то там что-то типа такого друзья пишите ваши комментарии может быть у кого-то есть частный дом сколько вы оплачиваете